Привет, я Дмитрий Фреско и это мой кулинарный блог. Итальянцы помешаны на своей кухне, они даже законы принимают, в которых прописывают рецептуру своих блюд. Целую вечность назад я обещал рассказать, как приготовить настоящую неполитанскую пиццу. Рассказываю. Закон называется, простите мой итальянский, дисциплина репродукционе делос печи лита традиционале гарантито пиццы наполитана, что можно приблизительно перевести как спецификация производства традиционного специалитета под наименованием неполитанская пицца. То есть, только та пицца, которая производится в соответствии вот с этим, может считаться настоящей неполитанской пиццей. Все остальное полная ерунда, считают итальянцы. Ну, по крайней мере, те, которые принимали этот закон. И вы знаете, я соглашусь с ними, действительно получается потрясающе вкусно. Ведь что такое пицца? Это лепешка из теста и разнообразная начинка. Если начинки не будет, ну это будет не пицца, а фокаччо. То есть, прежде всего, важен вкус лепешки. Так вот, этот вкус определяет действительно четыре важных вещи. Это правильная мука, правильное вымешивание, правильное выбраживание и правильное выпекание. Что такое правильная мука? Да это мука с высоким содержанием глютена. В хлебопечении ее называют сильная. Дело в том, что лепешку для пиццы ни в коем случае нельзя раскатывать скалкой. Вы выдавите из нее весь газ, и она получится жесткой, как фанерка. А чтобы кусок теста можно было растянуть руками, как заправский пицца Йола, оно должно быть эластичным. И эту эластичность ему придает глютен. Чем его в тесте больше, тем меньше по времени его понадобится вымешивать. Ведь именно при длительном вымешивании этот глютен образует в тесте пространственный каркас. И виден он неуруженным взглядом. Чтобы посмотреть ролик на эту тему, щелкните вот сюда. В Москве для приготовления пиццы я с успехом использовал муку Сокольческого комбината. Однако я заболтался, давайте уже начнем. Итак, на три пиццы диаметром сантиметров по 35-40 нам понадобится 250 мл воды, где-то 12-14 граммов соли. Это, наверное, 1 столовая ложка, только без горки. Чуть меньше 1 грамма свежих и спрессованных дрожжей. Если у вас таких под рукой нет, берите и инстантные, то есть сухие. Но количество их надо будет уменьшить вдвое. Ну и мука. 3 стакана по 250 мл. То есть это где-то 450 граммов воды. Но влажность у каждой муки разная, поэтому отмеряйте ее не по весу, а по объему. Это вам позволит, когда вы будете в следующий раз готовить пиццу, точнее отмерять необходимое вам количество. Что касается правильного вымешивания. Согласно закону, это делается в цесомиссильном агрегате в течение 30 минут. Первые 10 минут делается на маленькой скорости, и только с 10% от общего количества муки. И лишь когда соль, дрожжи, мука и вода разойдутся, а мука выделит крахмал в воду, можете добавить оставшееся количество муки и вымешивать еще 20 минут. Если у вас нет планетарного миксера, если у вас нет планетарного миксера, вот такого, то вы можете вымешивать тесто в обычном комбайне. Но помните, что, во-первых, из-за высокой скорости вымешивания тесто очень быстро нагревается, а во-вторых, из-за той же самой скорости глютен образуется значительно быстрее. Поэтому на все вымешивание нам понадобится не полчаса, как по закону, а 3 минуты на первый этап и 5-7 минут на второй. Да, еще один момент. Если у вас комбайн такого типа имеет маленькую мощность, то при вымешивании тесто может попросту сгореть. Поэтому используйте его на свой страх и риск и следите, чтобы не перегревался. Я вас поверю. Соль растворилась, дрожжи разошлись, надо добавить оставшуюся муку. Мы прошлись по двум важным моментам. По силе муки и по длительности вымешивания для получения эластичного теста. А всего их 4. Итак, третий момент. Длительность выбраживания. Тесто для пиццы содержит только муку, соль, воду и дрожжи. То есть никакого сахара, никакого молока, никаких яиц, вообще никакой сдобы. Так откуда же взяться вкусу? Вот для получения вкуса и требуется тесто выбраживаться в общей сложности не менее 6 часов. Первые 2 часа после вымешивания оно у нас поднимается на кухонном столе, прикрытое влажным полотенцем. А потом, после обминки, мы делим его на порционные куски по размеру пиццы, и каждый кусок подходит отдельно. Если положить в тесто дрожжей, как обычно, то есть за расчет от 20 граммов на килограмм муки, то они за это время сожрут не только крахмал, но и блютен. В рецепте же пиццы количество дрожжей уменьшено до полутора граммов на килограмм муки. И в результате, за время выбраживания, в тесте успевает развиться потрясающий вкус. Там и дрожжи проводят, и молочнокислые бактерии свою кислинку добавят. Чтобы вам не ждать у мониторов 6 минут, пока у меня вымешается тесто, я применю монтаж. Тесто вымешано, начинаем им заниматься. Добавляем эту дуру, чтобы нам не мешалось. Подпыляем стол мукой, и начинаем округлять его. теплое, мягкое. Как я люблю работать с тестом. Тесто нужно округлить, слегка, совсем немного вымесить, собрать в шар, в такой красивый. После чего мы накрываем его полотенцем, полотенце слегка увлажняем водой, и оставляем все это дело на 2 часа. 6 часов на выбраживание теста. Это много. Слушайте, как делаю я для экономии времени. Спать я ложусь обычно часов в 12, поэтому приблизительно в полдесятого я начинаю замес теста. На стол оно мне попадает без четверти 10, а через 2 часа перед сном я его достаю, делю на порционные куски и ложусь спать. А с утра тесто готово. Теперь смазываю руки рафинированным оливковым маслом. Если мы для смазки используем ароматное, то есть холодное отжима, бицепс после выпечки может горчить. Смазываем поверхность каждого шарика, чтобы не пересыхало, и убираем в гастроемкость. Итак, тесто мы разделили на куски. Остается прикрыть каждую емкость крышкой или, может, пищевой пленкой. И оставим это дело подходить минимум на 4 часа. Ну, а можно всю ночь. Доброе утро. Вот мы наконец-то добрались до последнего из четырех столпов неаполитанской пиццы. Правильного выпекания. Делается это в дровяной печи при температуре пода не ниже 420 градусов по Цельсию. Вот такое вот. Вы скажете, что ж ты голову морочил? Где мы тебе такую возьмем? Спокойно. Я покажу вам, как готовить пиццу в электрической духовке. Ну, а здесь мы это сделаем для сравнения. Сейчас нам нужно ее затопить. Пойдем к духовке. Печи нужно разгореться, а мы пойдем на кухню. Главный секрет моей духовки. Болгаркой из гранитной плиты я выпилил кусок камня по размеру своей духовки. И когда мне надо испечь хлеб или пиццу, я за час разогреваю этот камень в духовке до максимальной возможной температуры. Конечно, 420 градусов, как в дровяной печи, здесь недостижимы. Но и 290-300 тоже неплохо. Главная задача по приготовлению пиццы это пропечь лепешку из теста до того, как нежные сыры в составе начинки начнут кипеть, теряя свои ароматы. Сами сравните толщину металлического противня и вот этого камня. И разница в толщине материалов, масса материалов и теплопроводность все это позволяет камню запастить тепла в 14 раз больше, чем металлический противень. А значит, пропечь нашу пиццу моментально практически. То есть, в духовке это происходит за 4-5 минут на этом камне. Вместо куска гранита вы можете использовать даже обычную керамическую плитку, которая осталась у вас или у ваших друзей от ремонта. Только выбирайте ее размером побольше да потолще. Давайте включим разогреваться духовку с камнем. Да пойдем проверим дробяную печь. Печь прогрета. Время собирать пиццу. Я сознательно в этом ролике ничего не говорил о начинках. Используйте то, что вам нравится больше всего. Я сегодня готовлю две пиццы, маргариту и пиццу 4 сыра и одну фокаччо. Для маргариты я использую бесшкуренные помидоры, свежий чеснок, моцарелла-буфало и свежий базилик. Пицца 4 сыра будет соусом модинара, ссылка на ролик смотрите в правом верхнем углу, сыр ракфор плеснями. Но нет наше края гранганзолы, моцарелла-буфало и два твердых сыра, грана-падана и пармезан. Фокаччо у нас будет сегодня с оливковым маслом, пармезаном, свежим чесноком, розмарином. Ммм, как пахнет! Да, не забыть посолить крупной морской солью. В духовке пицца на камне выпекается за 4-5 минут. В дровяной же печи на это уходит меньше минуты. Субтитры подогнал «Симон»! Ну вот и все. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. А я продолжу свою кулинарную пропаганду в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...